Спасибо, уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги. Хотел бы поблагодарить наших докладчиц и Совет Европы за то внимание и поддержку, которую оказывает Украина в это драматическое для нас время. К сожалению, события, которые произошли в последнее время, будут иметь последствия не только для Украины, но и для мирового сообщества. Отказ Российской Федерации как государства гаранта безопасности Украины уважать независимость и территориальную целостность нашего государства в обмен на добровольный отказ от ядерного оружия станет негативным сигналом в переговорном процессе со странами, которые хотят получать статус ядерного государства и таким образом подрывает систему ядерного сдерживания во всем мире. А аннексия Крыма создает препятствия для пополнения украинскими властями своих обязательств по защите прав человека и национальных меньшинств на полуострове. Украина никогда не признает эту аннексию. Для этого мы будем использовать все имеющиеся инструменты и механизмы Совета Европы и других международных организаций. Мы благодарны всем, кто признает Украину суверенным, независимым государством с целостной, неприкосновенной территорией и признательны всем, кто считает любое военное вмешательство во внутренние дела государства недопустимым. Ситуация до сих пор остается напряженной, особенно на Восточной Украине. И для ее стабилизации необходимо, чтобы Российская Федерация немедленно отвела свои войска в места их постоянной дислокации. Мы должны обязательно реагировать. И немедленно, поскольку Ассамблея и ее органы постоянно опаздывают. В декабре на политическом комитете была создана группа для изучения ситуации в Украине. Тогда еще не было погибших. Но эта группа по каким-то причинам так и не посетила Украину. В январе на бюро было принято решение о приезде президентского комитета, но он приехал уже после событий, связанных с аннексией Крыма. Поэтому решения должны быть приняты сейчас, а не ждать новых трагических событий. Любой конфликт должен быть разрешен исключительно мирным способом, без применения силы. При участии Международного посредничества Совета Европы, стран-гарантов безопасности Украины в соответствии с Будапештским меморандумом, и самое главное, при непосредственном участии Украины. Несмотря на все сложности, происходящие в нашей стране сегодня, необходимо использовать начавшийся процесс внесения изменений в Конституцию как шанс для того, чтобы модернизировать Украину в поистине демократическое государство с предоставлением регионам больше полномочий и самостоятельности, с обеспечением независимости судебной системы, реформирование прокуратуры и силовые органы, обеспечивая равные права всем этническим группам. А органы Совета Европы и Венецианская комиссия должны осуществить анализ всех законодательных инициатив, чтобы сравнить эти инициативы как со стандартами Совета Европы, так и с имеющейся уже национальной законодательной базой, которая по некоторым параметрам превосходит европейские стандарты, обеспечив соблюдение прав человека и предотвращая любые спекуляции вокруг этих вопросов. При этом все должно делаться на уровне нашего парламента, без внешнего вливания. Мы поддерживаем проект резолюции и некоторые поправки к ней и благодарим всех за внимание, и большое спасибо вам всем за солидарность с нашей страной и с нашим народом. Спасибо. Спасибо.